Здравствуйте, уважаемые коллеги! По поводу репутации в фильме «Служебный роман» героиня говорит, что моя репутация настолько безупречна, что пора ее уже испортить. Ну, такая история, что ли. Ну, мужчина один, ну, сильно увлекался алкоголем. Однажды, в каком-то возрасте, он решил, что пора завязать, и завязал. И вот полгода не употреблял, ни капли в рот, ничего. Но к нему относились по-прежнему как к алкоголику, к шуток, старались не очень с ним контактировать, общаться и так далее. И вот он обиженно говорит своей жене, ну, что такое, Нина? Ведь я уже полгода, ну, ни капли в рот, ты же сама видишь, я стал другим человеком. А ко мне относятся так же по-прежнему. И Нина рассказала ему такую историю. В свое время в России был такой великий путешественник Миклуха Маклай. Он в Тихом океане, на островах, изучал жизнь папуасов, жил среди них долгое время. Вот, потом вернулся в Петербург, публиковал свои работы. Вот, и вот к концу жизни Миклуха Маклай, ну, у него ноги отнялись, стал инвалидом, и он передвигался только в инвалидной коляске, обезножил совсем. Но люди все равно называли его великим путешественником. Вот такой силы репутации. Употреблял полгода еще мало, чтобы репутация изменилась. Она очень легко теряется. И надолго закрепляется тоже. Есть педагогики в дидактике, как на теории практики обучения, что раздел педагогики. Такой тезис очень простой, яркий и чуть ли не всеми сбываемый. Я бы отлил в граните его на каждой кафедре, там, в школе, в учительской. Звучит тезис так. Мышление важнее памяти. То есть мышление ученика, студента, вот его умение применять, понимать, анализировать, оно важнее того, сколько он вызовел, забыл там или запомнил. И в то же время, у 17 век, и целая литература анекдотов существует о студентах, преподах, о студентах, которые пишут шпаргалки очень вычурно, о преподах, которые их ловят, которые не дают списать и так далее. Вот, господа преподы, а вам не интересно, вот, ну, даже обидно, да, вы целый семестр читали лекции, учили лабораторные, вы пытались чему-то научить студентов. И в конце выясняется, что мне черта не помнит. Обидно, да. А вообще-то мышление важнее памяти. Мы не память применим, она очень у нас, ну, малоемкая. Ведь, собственно говоря, ну, вот мы учим студента делать какие-то расчеты, да, чертежи, экономические выкладки, там, бизнес-планы составлять, делать операции, в конце концов, или ставить диагноз. Ну, в любой, в любой науке, профессии мы учим, ну, каким-то умением профессиональным, да. Ну, конструктор в КБ, ну, неужели он будет рассчитывать, там, мост или балку, чесать репу и вспоминать формулу Журавского? Ну, помнишь, вот когда ты делал во втором курсе, он снимет учебник с опромата или справочник с полки, пристает, найдет нужный раздел, вспомнит, возьмет нужную формулу, сделает расчет. То есть в конце семестра мне хочется убедиться, что вы научили его этому. И пусть на экзамене лежат учебники, справочники, выход в интернет. Задачу поставить так, что он доказал, я умею это делать, профессор, а не я помню дофига килобайк информации. Мышление важнее памяти, ну, хватит сидеть в 17 веке, уже 21 наступил. Знаете, коллеги, вот мы в прошлый раз в той передаче говорили о мультфильме «Маша и Медведь». Вообще, действительно, мультфильмы, сказки, они часто на базе сказок строятся. Вот есть такая сказка «Ложда», в ней намек. Просто вспомнилась, вот одна из знаменитых тоже историй, мультфильм замечательный сделал, Маугли. Ну, Ридиард Киплинг, это его сказка, значит, Маугли, мальчик, который воспитан в волчьей стае был, в джунглях, потом попал в человека, в людскую среду. Вообще, говорят, многие великие и знаменитые писатели Запада, Даниэль Дефо, Робинзон Крузе, Герберт Уэллс, фантаст, сам Ридиард Киплинг, они были все крупными деятелями разведки. Мы в то же время занимались литературой, писали, может, даже прогнозировали какое-то будущее общество. И вот у Киплинга вот эта вот история на Маугли, да, и вот там такая фраза «Мы с тобой одной крови, ты и я». А с другой стороны, Багира на собрании стаи говорит, а к своим словам я добавляю быка, только что убитого мной на охоте. Но если мы одной крови, что же быка-то-то завалило? Ведь оказывается, что одной крови кто в сказке Маугли? Это хищники, слоны и птицы, орлы. Орлыкопитающие – это добыча, это пища, они ни одной крови с хищниками. Вот это психология англосаксов во всем мире, будь они американцы, англичане, кто угодно. Мы хищники, мы одной крови, все остальные – наша пища. А пища не хочет быть пищей, надо дать им по башке. Уважаемые коллеги, помните, в этом году, ну, парад Победы 9 мая, вроде все было как обычно, танки «Армата», ракеты «Ярс», другая наша техника и прочее. Но в этом году впервые, и это стало гвоздем программы. По площади прошел батальон, девушки-курсанты, Академии тыловой службы. Ну, такие девки-красавицы, юбки 10 сантиметров выше колен, ножки там и так далее. Потом комментаторы, журналисты, все обсуждали только вот этот эпизод, как девки прошли по Красной площади. Уже не заметили ни «Ярсов», ни «Армат», это было второсортное какое-то было зрелище. То есть, вот действительно, Академия тыловой службы. Когда вот говорят, тыл, интенданты там, воры и так далее, это же очень серьезная вещь. Когда-то, ну, еще Рокоссовский, еще не был маршалом, а будущий маршал Жуков был в его подчинении. Он составил на такую характеристику. Патологически ненавидят штабную работу. Это очень серьезная вещь. Штабная работа, подготовка наступления. При подготовке наступления надо будет смотреть, а вдруг захлебнется, а вдруг обратный придет процесс, надо это предусмотреть. Сколько уголовных боеприпасов заказать. Ну, много-много-много, не только горючее. У нас с тылом что-то считают только полевую кухню или полевую почту. И вот это очень серьезная вещь, которая составляет, ну, как минимум, половину успеха любой армии. Тыловая служба. Ну, и вот такие девушки, наверное, готовятся замечательные. И, кстати, вот тоже во время войны вспомнилось, ну, все знают, полевая почта, да, солдатские треугольнички. Их разворачивали. Цензура просматривала все, да. Кто-то мог там написать номер части, да, дислокацию. Это вычеркивал цензура. Какие-то неправильные вещи. Но письмо доходило до семьи. Присывали обратно там письма. Но знаете, что были еще полевые избиркассы? Да, кроме почты были полевые избиркассы. То есть солдат подбил, скажем, два вражеских танка в бою, уничтожил взвод немецких солдат и так далее. Его не только награждали медалью за отвагу, за боевые заслуги, но в полевую избиркассу определенная сумма склалась на его счет. Оплачивалась работу. Сбитые самолеты летчикам оплачивали и так далее. Даже после войны, ну, некоторое время было такое, ну, за медаль фронтовую 10 рублей доплачивалось к левой зарплате, за орден 25. А у кого-то были целые иконостасы на груди. Потом якобы сами ветераны предложили, что надо это убрать, это надбавки, что слишком большие деньги, а страна в руинах, надо восстанавливать. И тогда это положение отменили. Но полевые избиркассы были даже на фронте. Вот такие вещи. Я вот недавно довольно попал в один район в Казани, ну, грубо говоря, Приволжский район, там проспект Победы, но мероприятие было. А сам живу на Усавиновском. Значит, у нас по привычке их тругают всегда, вот ЖКХ, там прочие, отправляющие компании, ну, может, и есть там, где и воруют, и плохо работают. Я вот делался контрасту, как у нас в Новосавиновском районе, ну, новые дворы, все, дороги прокладывали, ну, кремовые территории, стоянки для машин. Постоянно что-то делается, в нашем подъезде ремонт сделали. Вот, а мы там попали на свадьбу, на проспект Победы, дом 14-этажный, какой-то обшарпанный двор, ужасный забор детского сада, каких-то обрезков сделан, обломков. Поднялись в подъезд, он абсолютно обшарпанный, страшный. Вроде в одном городе, что-то пора, там в ЗАГС приехали, там ступеньки облупленные, плитки отвалили. Даже до этого руки не доходят, чтобы сремонтировать. А вот у нас, ну, не буду называть, нельзя, говорит, рекламу делать, да, вот, в нашей управляющей компании все это очень хорошо делается. Ну, юмористы есть и там. Однажды считают объявления, ну, обычные технологии летом, что нам, ну, с такого-то числа, до такого-то числа, ну, отключается горячая вода для опрессовки трубопроводов, проверки для зимнего сезона. Ну, воду отключили, действительно, пришла дата ее включения. Ну, разумеется, где-то там была какая-то протечка, там, прорыв и так далее. Значит, воду не включили. Повесили другое объявление. С такого-то числа и до окончания работ горячая вода отключается. Ну, и великие-то работы по восстановлению, там, трубы, может, меняли. До окончания работ дату уже не называли. Как отключить точные даты, да, а потом до окончания работы уже не точные, с плавающей, открытой датой. Юмористы. Уважаемые коллеги, продолжим разговор об улицах Казани. Одна из наших улиц, улица имени Академика Королева. Кстати, вот, хорошее название, да, вот Академика Королева, понятно, Академик, да, можно разбираться, что он за Академик, чего. Или вот в Москве есть улица Космонавта Волкова, ну, понятно, что Космонавта, улица Летчика Бабушкина. Как-то лучше бы так, наверное, называть улицу профессора Дорадского, да, улица Академика Королева, чем просто фамилия. Тем более, никто не поясняет на табличке, а что это за Академик, что это за Космонавт. Вот, а вот Сергей Павлович Королев, ну, это имя, которое, наверное, и знают все. Когда-то был секретный человек, печатали только перед ним главный конструктор, ну, создатель ракетно-космических систем, главный конструктор именно. У него был совет главных конструкторов, потому что не только ведь ракеты, там, и пусковые комплексы, заправочные системы, система наведения и так далее, систему жизнеобеспечения космонавтов. Вот тот человек, который, собственно говоря, ну, создал основателя практической космонавтики. Если Циолковского называют основателя теоретической космонавтики, он теоретически доказал возможность выхода на орбиту, полета в космос, то Королев это сделал, грубо говоря, уже в железе. Королев и огромное количество его сотрудников, талантливых людей, от главных конструкторов до рабочих. Вот это у нас получилось. То есть, заметьте, вот Циолковский умер в 1935 году. И тогда еще при его жизни, ну, многие доказывали, что нельзя выйти на орбиту. То есть, поднять груз массой М, потому что масса топлива М большая, но его тоже надо поднимать на ракете, значит, замкнутый круг, на орбиту нельзя выйти. А Циолковский вывел в формулу динамика точки переменной массы. Идея отстрела ступеней отработанных. Это 1935 год, потом война, 1945 год, да, и через 12 лет после победы, в 1157 году, полетел наш первый спутник. В 1961 году Юрий Алексеевич Гагарин в разрушенной стране, пострадавшей от войны, сделал такую гигантскую работу. Вот это вот символ этой работы Сергея Павловича Королева. Кстати, в 1957 году, через 12 лет после победы, наши потери составили где-то 28 миллионов человек. Не только военные, а в основном даже гражданское население погибало, население Советского Союза восстановилось в 11 лет. Какой народ еще в это вынес бы? И вот Сергей Павлович Королев, как и Юрий Гагарин, это, наверное, два имени, два символа того невероятного прорыва, который способны сделать были только мы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова